Беспредел в Лондоне, мир скорбит по Люсяу Бо и подкат от Дональда Трампа. Подробнее в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте. Пять человек попали в больницу с химическими ожогами. На востоке Лондона орудовала банда подростков. Они без разбора в течение полутора часов колесили по городу, обливали прохожих и работников магазинов кислотой. Первой жертвой стал 32-летний мопедист. Парни догнали его и прыснули в лицо едким веществом. Когда он упал, один из нападавших отобрал его мопед. Следом за этим инцидентом произошло еще четыре. Молодчики поливали кислотой прохожих и сотрудников магазинов. Последней жертвой стал еще один мопедист, который сидел на тротуаре. Вскоре после этого полиция задержала одного из нападавших. Полиция расследует инцидент. Нобелевский лауреат Люся Убу умер в Китае. Мировые лидеры и политики скорбят в связи со смертью правозащитника. У него на 61-м году жизни отказали внутренние органы. Ранее китайскому правозащитнику-диссиденту диагностировали последнюю стадию рака печени. Его выпустили из тюрьмы для прохождения лечения, но не пустили в США, где врачи были готовы помочь писателю. Власти Китая просят не создавать иллюзии о том, что это они убрали оппозиционера и обещали предоставить полную информацию о том, что с ним произошло. Напомню, в 2010 году Люся Убу присудили Нобелевскую премию мира за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Награда вызвала негативную реакцию для китайских властей. Люся Убу так и не позволили забрать премию, а его жену поместили под домашний арест. Трамп подкатил к жене президента Франции Бриджит Макрон. Он похвалил их первую леди за отличную физическую форму. И традиционно сделал это дважды. На видеозаписи, размещенной в фейсбук президента Эммануэля Макрона, видно, как первые лица США и Франции беседуют со своими супругами после приема в доме инвалидов. Именно в этот момент Трамп недвузначно сказал, поворачиваясь к 64-летней Бриджит Макрон, «вы в такой хорошей форме» и повторяет ремарку французскому лидеру. А потом, опять обратившись к женщине, называет ее прекрасной. Вчера Трамп с супругой прибыли во Францию по приглашению Макрона. Там они отметят День Бастилии и столетие начала Первой мировой войны. Во время встречи они обсудили ситуацию на Украине, Сирии, КНДР, Ливии, а также ряд других вопросов. На этом у меня все. Хорошего вам настроения и оставайтесь в Дукаскопе ТВ.